Можно сказать, что вы покинули свой родной город, потому что шли следом за своим предназначением. Что для вас предназначение тогда? Как вы можете его определить? Надо понимать, возможно это для зрителя будет важно, что перепробовано огромное количество как-то садился считать, после 30 сбился. Огромное количество специализаций это могли быть. У многих дети, понятно, и танцуют, и рисуют, и там играют на каких-то музыкальных инструментах, например. Но в 16-17 лет это останавливается, потому что человек, например, переходит куда-то в вуз, у меня не остановилось. И в вузах я учился одновременно в нескольких, это были самые разные направления, это была ботаника, химия, медицина, психология одновременно. Более того, медицина была в двух разных совершенно в вузах. Да, и надо понимать, что петербургский вуз несколько отличается, это тоже некая среда. Ты, в общем, вполне волен выбирать с кем и о чем говорить, у кого чему учиться. То есть ты свои, вот я тогда еще начал выстраивать дорожные карты, так как мне было интересно, следовал, да, за неким предназначением, но я тогда его не осознавал. Единственное, что меня волновало, читал ли я книги, ходил ли я на театральные представления, потом сам стал актером, занимался ли я скрипкой, когда заканчивал, как я выступал, как я вообще обращался дальше с инструментом, что это был за инструмент, его выбор. Скрипка легендарная. Но предназначение я осознал, думаю, что только в Украине, не так давно, в 2009 году я формулирую импровизационный метод и тогда начал утверждать, что импровизация – это стиль жизни, мой. И вот я создал импровизационный метод, теперь я готов с вами поделиться им, потому что это наиболее удачный из всех, что я видел методов и изучал, наиболее удачный метод для сохранения вот этого бесконечного потока обучения, если человек следует за своим… Мозг очень развит, поймите, да, скорость мышления быстрая, уже очень много за спиной, и это могло бы превратиться, например, в ходячую энциклопедию, с одной стороны. А есть не просто желание создавать, но действительно создаешь. То есть я за год узнавал достаточно столько нового, чтобы потом смиксовать, создать новый проект. Когда новый проект был создан, это буквально бизнес-компания, я всегда в предпринимательстве, вот сколько лет, помню, еще 19 лет первая предпринимательская группа собралась, тогда в психологии, создать продукт, стать его владельцем, отследить качество, понять вокруг рынок, а потом еще и научить других людей, как такой же продукт создать уже им. И потом следующий год, и потом следующий год, и потом следующий год. Вот сейчас, на данный момент, я понимаю, что мое предназначение это образовательная среда, я умею создавать образовательную среду, и то, что мы сегодня называем открытым университетом, ректором которого я стал, это исследовательская образовательная лаборатория. То есть наш университет, это частный университет, да, но это исследовательская образовательная лаборатория. Мы изначально об этом людям говорим, поэтому любой, кто попадает, например, в нашу комьюнити, должен быть готов участвовать в различного рода экспериментах, очень точно говорить, как они на него повлияли, потому что нам это крайне-крайне важно. Мы не хотим никаких стандартов образования утверждать и вряд ли захотим. Мы хотим создать несколько различных способов форм обучения в университете, сейчас их две, но мы хотим несколько, потому что люди талантливые, очень сильно отличаются друг от друга, даже в одном поколении. А когда мы сталкиваемся с несколькими поколениями одновременно, а мы хотим заниматься и с 12-летними, и с 35-летними, и с 25-летними, это колоссальная же разница. Как их учить? В какую среду их учить? Поэтому давайте скажем, что лаборатория это здорово, это огромное количество ресурсов, конечно, требует, но мне-то как раз это наоборот, в удовольствие. Понимаете, это использует весь мой бэкграунд, и ботанику, и скрипку, и физику, и медицину, чтобы я не раз... Понимаете, история медицины, там очень интересные архивные работы были, очень много разного всего, и еще можно много чего узнать, но уже сейчас импровизация — это создание произведения в момент его исполнения, если мы вспомним Википедию. Так вот, я сейчас создаю произведение, опираясь на то, что я знаю. И получаются удивительные новые формы. Эти формы часто содержат то, что мы и так знаем, и линдское образование. Меня недавно HR-директор одной из компаний говорит, ну вы ничего нового не придумали, когда я сказал, что, например, если мы каллиграфию предложим в обязательном порядке для проектных менеджеров, и это повлияет на эффективность их работы, вы ничего нового не придумывали. Да. Но как много проектных менеджеров действительно используют каллиграфию для того, чтобы я-то не придумал, но среды-то нет, в которой люди бы это делали без меня. Если бы они это делали без меня, я бы предложил что-то еще. То есть с этим вопрос решен. Но так-то я реагирую на то, что не решено. Среда необходима для дисциплины людей, даже очень взрослых. Дисциплинирует. Но в этой среде внутри мы должны выносить какие-то необыкновенные элементы и пытаться их смиксовать, даже если нам кажется, что это трудно. Много сказал, увлекся, надеюсь на вопрос ответил. Продолжение следует...